МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Республика. Прямо сейчас о важных событиях в Чувашии в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Помощь родителям в детских садах Республики организованы 77 дежурных групп. Особое внимание! В Республике работает горячая линия для граждан старше 60 лет по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. На финишной прямой реконструкция Красной площади Чебоксар близится к завершению. В Чувашии 66 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два пациента выздоровели. Под наблюдением находится 878 человек. Среди 15 лиц, чей диагноз подтвердился вчера, 10 пациентов и один сотрудник 2-й городской больницы. Они выявлены после перевода медорганизации в режим обсерватора. Положительный результат на новую коронавирусную инфекцию подтвердился у двух контактных лиц и одного приезжего из Яльчикского района. Еще один гражданин выявлен в ходе тестирования лиц старшего возраста. Он житель Чебоксар. Возраст пациентов от 35 до 86 лет. В республике работает горячая линия для граждан 60+, по вопросам профилактики распространения коронавирусной инфекции. Заявки принимаются в 23 центрах социального обслуживания и на единой общереспубликанской горячей линии. Подробности у Натальи Мальчиковой. Вы сидите дома, пожалуйста, хорошо. Находитесь на самоизоляции. Никуда выходить не нужно. Это не просто информационно-консультационный портал. Обратившиеся на телефон горячей линии могут получить комплексную помощь по разным направлениям. Кто-то спрашивает, как себя вести, вот как температура, по здоровью, у кого-то кто-то себя плохо чувствует. И мы вызываем участкового врача. Либо сами, либо если они сами могут, они вызывают участкового врача на дом. Принимаем заявку на горячую линию нашего рабочего телефона 51, 27, 80 и скул-центр 26, 11, 11. Заявки приходят, оформляем, принимаем. Вот вызываем сюда специалистов по социальной работе. За два часа поступило 36 звонков. После анализа и сортировки сообщений заявки координируют и направляют социальным работникам. У каждого из них свой участок. Минтрута Республики координирует эту работу ежедневно в режиме онлайн. Обратившихся за помощью фиксирует специальная программа. Всего за истекший период поступило порядка 500 звонков. А лиц старшего возраста, не все они связаны с доставкой продуктов питания. Где-то порядка 300, 300 это те, которые связаны с доставкой. А остальные это звонки, где пожилые люди хотят узнать и получить ответ на те или другие вопросы. Эти те звонки, которые у нас поступают со всей республики. В среднем ежедневно порядка 47-48 звонков. Это связано именно с доставкой продуктов. По телефону горячие линии пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку на покупку и доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. Звонки принимаются с 8 утра до 7 часов вечера. Доставка бесплатная. Здравствуйте. Заходите. Я пришла. Пенсионерка Любовь Зарубина дома не скучает. Дел у нее полно. Раз уж внешние контакты временно приостановились, то пора освоить компьютер. Она общается через интернет с подругами, а также следит за новостями. Я председатель совета дома. Вот сегодня обрезку деревьев делали. Я с балкона, с окна смотрю, как они правильно делают или нет. Я даже человек активный, но в данный момент беречь себя и других, я обязана сидеть дома. Оставить заявку на оказание помощи можно по единому номеру 26 11 11. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков, Республика. В условиях пандемии правительство страны продолжает поддерживать медиков, работающих в непростых условиях. Республики уже выделили 48 миллионов рублей для поддержки врачей. И, как стало известно, готовится второй денежный транш почти 79 миллионов рублей. Он уйдет на доплаты за особые условия труда, дополнительную нагрузку тем, кто оказывает медпомощь, находится в зоне риска или уже был заражен инфекцией. Предприятия и республики продолжают оказывать адресную помощь нуждающимся. Агрофирма «Альдеевская» в числе первых подключилась к акции. Можешь, помоги. Таким девизом руководствуется в агрофирме. Здесь созрело урожай овощей. Весной витамины не будут лишними для не очень обеспеченных людей, тех, кто находится в изоляции. Изоляция началась. Сейчас администрации подготовили списки. У нас, в общем, по нарастающей идет. Мы начали со 100-300 килограмм суточный. Сейчас мы уже выходим на тоннаж суточный. Свежие овощи отвозят в волонтерские пункты для распределения. Помощь приходит адресно. Волонтеры доставляют гуманитарную помощь пенсионерам, многодетным и малоимущим семьям и людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию в связи с пандемией. Каждый день примерно у нас приходит по 20-30 звонков. Это было в первые дни, поскольку у нас акция только-только началась. И с каждым днем количество звонков нарастает. Оказать посильную помощь и записаться в ряды волонтеров сегодня может любой желающий. Сделать это можно на сайте «Вместе помогать» в разделе «Стань волонтером». Очень нужна и помощь коммерческих организаций. Для них на сайте есть раздел «Мы – организация». Богдана Дойникова, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов. Республика. В Чебоксарах открылось более 20 добровольческих центров. Волонтеры доставляют продукты и лекарства горожанам старше 60 лет и тем, кто на самоизоляции. Стать волонтером может каждый. Зайдите на сайт «Вместе.кап.ру», нажмите на кнопку «Стать волонтером» и следуйте инструкции. Не помешает и помощь коммерческих организаций. Пройдя по этой же ссылке, нужно выбрать кнопку «Мы – организация» и также следовать инструкции. 77 дежурных детсадовских групп работают сейчас в республике. Их посещает почти 800 детей. Что изменилось в режиме работы детского сада номер 2 города Новочебоксарск в нашем сюжете? Воспитатели в масках и перчатках измеряют температуру у детей. Так начинается каждое утро в дежурной группе детского сада «Калинка». Всего в Новочебоксарске 15 дежурных групп в 5 детских садах. Их посещает 130 ребят. С каждой недели их количество увеличивается. Все потому, что взрослые выходят на работу. Конечно, многие родители хотят водить детей именно в свой детский сад. Но это пока невозможно. К сожалению, все детские сады открыть мы не можем. Потому что есть детские сады, в которые, допустим, желает ходить только один ребенок. Понятно, что на одного ребенка в детском саду будет вынужден работать от 5 до 9 сотрудников, которые будут обеспечивать его посещение. Поэтому мы делаем мониторинг еженедельно и, конечно, открываем группы в тех детских садах, откуда идет наибольшее количество родителей. Всегда готовы принять ребенка и рады помочь. В том случае, конечно, если ребенок полностью здоров и нет опасного эпидокружения. Пятиразовое питание, тихий час, время для игр, распорядок дня здесь, как и в любой другой день. Единственная разница – санобработке уделяется как минимум втрое больше силы времени. Кроме этого, в дежурных группах дети разного возраста. И, например, Верочке Александровой сложно адаптироваться, хотя для нее группа родная. На настроение ребенка по-нашему посидеть нельзя, потому что даже если летом она пойдет в другой садик, она также будет «не хочу», «тудым-седым», «только своим», «только своим воспитателем» так вот привыкает. А так ничего не могу сказать по поводу этого своего ребенка, потому что она тяжело привыкает к другим. А вот маленькую Еву это нисколько не расстраивает. Она легко нашла общий язык с другими детьми. Мы ходили во второй детский сад с самого начала. И когда столкнулись с такой проблемой, как карантин, это, конечно, очень нас всех ввергло в такой ступор. И так как я мама работающая, мне было очень тяжело совмещать как-то и работу, и воспитание ребенка. И очень радует, что руководство детского сада все-таки пошло навстречу и открыло дежурные группы. Каждую пятницу администрация детского сада обзванивает родителей, дети которых посещают их учреждения, чтобы уточнить количество ребят на неделю. Желающие посещать детсад могут также обратиться в отдел образования города. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика. Все депутаты Государственного совета Чувашии сдали профилактические тесты на коронавирус. Такие меры предпринимаются в канун очередной сессии парламента республики. 39-я сессия госсовета, назначенная на 16 апреля, в этот раз пройдет в онлайн-режиме. В зал допустят только депутатов. Члены правительства и главы администрации подключатся к заседанию парламента по видеосвязи. То есть все вопросы, которые включены в повестки дня с участием наших руководителей органов исполнительной власти, они будут представлять в удаленной форме. На сессии Государственного совета будут приглашены только депутаты Государственного совета Чувашии. На сегодняшний день проект повестки дня сессии сформирован почти, но после утверждения уже на заседаниях комитетов, где-то примерно пока около 17 вопросов. Развитие массового спорта в регионе, организацию детского отдыха и цифровизацию отрасли временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев обсудил сегодня с исполняющим обязанности министра физической культуры и спорта республики Василием Петровым. На встрече обсудили основные направления деятельности министерства и реализацию национальных проектов в области спорта и физической культуры, которая стала главной темой разговора. В центре внимания – развитие детско-юношеского студенческого спорта, спортивной инфраструктуры, организации детского отдыха. Привлечь к активным занятиям необходимо и старшее поколение. Выделить специально время и сделать посещение спортивных центров бесплатным. Во время прохождения диспансеризации, я думаю, врачи могли бы им подсказать, каким видом спорта, какой двигательной активностью им лучше заниматься, чтобы только польза была для здоровья. Мне кажется, совершенно правильный, хороший подход. То есть, если врачи им говорят, какие виды активности им будут более доступны и полезны, а с другой стороны, мы им даем возможность посещения наших спортивных сооружений в те моменты, когда сами спортивные сооружения минимально загружены, но при этом они абсолютно бесплатно их посещают. Работа ведомства в полном объеме возобновится после окончания карантина. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика. Реконструкция Красной площади Чебоксар близится к завершению. Ход работ находится на постоянном контроле временно исполняющего обязанности главы Чувашии. Сегодня Олег Николаев сверил кланы подрядчиков и столичных властей. Подробности у Дмитрия Ковалева. Эта территория пока закрыта забором на время строительных работ. На видеокадрах, снятых квадрокоптером, уже заметны контуры национальных орнаментов. После реконструкции Красная площадь Чебоксар станет именно такой, какой ее задумали архитекторы. В проекте «Сухой фонтан» с сценической площадкой над водой, музейно-выставочный центр и даже павильон советских игровых автоматов. Музейно-выставочный центр, экспозиции которого мы бы хотели привозить с разных музеев города и республики, постоянно проводить обмен. Здесь вот рядом с колесом будет, но сейчас вот она по факту будет чуть по-другому перестанет. Например, здесь будет песочница и кафе. Здесь хорошая детская спортивная зона. Как правило, сюда люди выходили только на большие праздничные мероприятия или выходные дни. А мы бы хотели, чтобы это стало постоянным центром притяжения. Завершается сложнейший этап работ – укладка гранитных плит. В проекте реконструкции Красной площади заложено не только благоустройство. Немало средств ушло на замену старых коммунальных сетей и ливневых стоков. Подрядчики взяли высокую планку. Работают с опережением графика. Открытие намечено на июнь. Все заявленные в проекте решения будут выполнены к 1 июня. Плюс мы берем, наверное, где-то дней 5-10 на какие-то форс-мажорные обстоятельства. Но, скорее всего, 1 числа, наверное, все будет закончено. То есть Красная площадь будет готова к приему гостей. Реконструкция Красной площади крайне важна для развития туризма, отметил Олег Николаев. Республика вошла в число 22 регионов, которые получили федеральные субсидии на создание кластера «Чуваше» «Сердце Волги». Важно, прежде всего, что это, с одной стороны, будет красиво, с другой стороны, будет современно, с третьей стороны, надежно и комфортно, потому что современные коммуникации – это и водоотведение, и чистота, и много-много другое. Но в сентябре реконструкцию Красной площади пришлось приостановить. При подготовке котлована для будущего фонтана рабочие обнаружили захоронение прошлых веков. Находки направили на судебно-медицинскую экспертизу. Чтобы не потревожить культурно-исторические пласты в Рио главы региона, поручил составить подробную археологическую карту республики. Это поможет планировать реализацию инвестиционных проектов. Такая карта у нас в ближайшее время должна появиться, потому что все муниципалитеты, насколько я помню, и органы государственной власти работают над формированием образа будущего, и мы начинаем понимать, что у нас в ближайшее время будет строиться и на каких площадках. Надо и работать в части расширения этих экспертов, прежде всего над тем, чтобы появились все-таки у нас наши чувашские эксперты, которые аккредитуются, получат соответствующие разрешения и смогут эту работу провести. Это довольно-таки весомый, сдерживающий фактор. Причем не только по объектам, так скажем, госзаказам муниципальным и федеральным, но и в том числе по застройке, жилой застройке и, соответственно, застройке инженерными сооружениями. Одним из проектов, для которого понадобится археологическая карта, станет грядущая реконструкция Чебоксарского залива. Набережная столицы региона преобразится. Задача – создать комфортное место для отдыха горожан. Мы разбили, по идее, всю территорию залива на семь зон. Вот первая зона – пойдем отсюда, первая зона – это мегаплощадка. Спуск от дома правительства здесь сделаем еще, такие спуски, и внизу будет предусмотрено резиновое покрытие с элементами детских, спортивными элементами. Благоустроят не только набережную. В ближайших планах – очищение дна залива от иловых отложений. Так будет решена одна из экологических проблем города. Дмитрий Ковалев, Павел Рядков и Андрей Спиридонов. Республика. В период вынужденных выходных Национальной библиотекой Республики предлагают не читать книги, а слушать. Аудиокниги на чувашском и русском языках можно найти на официальном сайте Национальной библиотеки. Здесь представлен аудиодиск «Читаем нам и потомкам», где представлены самые лучшие произведения, которые прошли конкурсный отбор читателей и стали победителями ежегодного конкурса «Самая читаемая книга года». Среди авторов – это Улька Ельмень, Марина Корягина, Ева Лисина, Слана Гордеева и многие другие авторы. А также мы предлагаем и аудиодиски, аудиоиздания для детей, для подростков, для молодежи. Аудиодиск «Читаем детям о Великой Отечественной войне» представлен на русском и чувашском языках. В первый выпуск вошли произведения чувашских писателей Петра Хузанкая и Якова Ухсая. Второй выпуск посвятили 75-летию Победы. На сайте библиотеки также можно найти книги из коллекции «Литературная палитра». 100 книг для прочтения, где представлены произведения 100 авторов на русском и чувашском языках. Прослушать аудиодиски может каждый. Если нет регистрации на сайте, то посетить его можно в качестве гостя. Дистанционная работа, учеба и даже досуг – сегодня это не просто рекомендация, а требования органов власти. Наша съемочная группа успела побывать в детской школе искусств в Козловке до режима повышенной готовности. О том, как изменилась школа после ремонта и о запуске специальной онлайн-платформы для детей, расскажет моя коллега Наталья Мальчикова. Восьмилетняя Василиса уверенно перебирает клавиши. На новом инструменте даже любимая мелодия звучит по-новому, утверждает она. Я сейчас исполнила мелодию «Кокок». Мы занимаемся еще вокалом, эстрадным вокалом. Здесь очень все красиво. Новые фортепиано хорошие очень. Папы, папы, да! Не только новыми красками, но и новыми мелодиями образовательный процесс заиграл благодаря участию в государственной программе Чувашской Республики развития культуры и туризма. Свыше 10 миллионов рублей ушло на капитальный ремонт фасада, кровли, замены окон, внутреннюю отделку и закупку нового оборудования. Например, муфельные печки ребята смогут обрабатывать вот такие глиняные фигурки, свистки и даже посуду. Все в школе новое. Это инструмент Ребенштейн. Четыре мы купили. Вот муфельную печку, которую видите. Обучается 370 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. Фортепиано, баян, аккордеон, духовые и народные инструменты, эстрадный вокал. Направлений в детской школе искусств стало больше. Под одной крышей объединились педагоги музыкальной и детской школы искусств. Детям это нравится. Они могут выбрать сразу несколько направлений. Я хожу на два отделения. На фортепиано-отделение и на хоровое. Я очень люблю петь. Всегда выступаю на концертах. И мне это приносит удовольствие. Я вообще хочу стать какой-нибудь известной актрисой или певицей. Завершится карантин, и ребята продолжат занятия. А пока они адаптируются к новым форматам. Педагоги проводят онлайн-уроки и мастер-классы. Давай посмотрим «Смелый наездник» первую часть до репризы. Давай, попробуй. Посмотри по ноткам, каждую руку отдельно, ладно? Живого общения с любимыми педагогами это, конечно, не заменит. Но подтянуть и закрепить уже изученное вполне возможно. Тем более, что все понимают, что это временная мера. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика. На нашем телеканале продолжается рубрика «Вместе дома». Мы показываем и рассказываем, чем занимаются жители Республики во время вынужденных выходных. Сегодня гость нашей рубрики Елизавета Зайцева. Республика «Вместе дома» Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Оставайтесь вместе дома. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова